Если ты хочешь, чтобы у тебя на ютюбе было 10 миллионов подписчиков, поставь лайк за 3 секунды, я посчитаю. Раз, два, три! Всем привет, ребятки! С вами как всегда, Алплей, добро пожаловать на мой канал. Сегодня, ребят, мы с вами поиграем в игрушки, и давайте начнем с игры Гайм Слайндер. Ну что, друзья, погнали. Здесь нам нужно участвовать своего рода в сражениях. Мы должны стрелять и уничтожать наших противников. Я с левой стороны, вот мой пестик, и вот противник возле меня. В принципе, напротив меня. О, захедшотили, ребят! Давайте еще разочек. О, нет, он меня сейчас, наверное, подобьет, но я все-таки упал и выстрелил в него. Посмотрите, у меня совсем немножко осталось здоровье, но тем не менее я этот уровень прошел. Круто! Двигаемся дальше, следующий противник. Давайте попробуем тоже его захедшотить. Вау, прям в башню! О, два раза, два хедшота, и он погибает! Круто! Вот это мощнейшая игрушка, очень прикольная. Ладно, и погнали дальше. Тут у нас поменялся какой-то чел уже с дельфином под шапкой. На! О, он посильнее, ребят! Давайте будем отстреливаться и по ходу, ребят... А, мне показывают, что я могу даже прыгать! Вот оно что, у меня нарисовался новый навык. То я просто стрелял, а теперь могу даже прыгать, если, конечно же, захочу. Можно даже лечиться, оказывается. Окей, следующий левел. Тут уже красный чел, ребят, походу он босс. Да, он, наверное, босс, потому что у него очень такой яркий вид. И вот этот вот пестик у него прямо аж горит. Мы, к сожалению, с вами проиграли. Давайте попробуем еще разочек переиграть. Надеюсь, что все-таки мы с вами выиграем этого чувака. Возможно, можно что-нибудь прокачать. Кстати, тут можно что-нибудь прокачивать или нет? Могу я что-нибудь да прокачать или пока не могу? Есть у нас тут пистолет один. Этот второй пока что пистолет у нас закрыт, ребят. И тут довольно много различного оружия, оказывается, будет. О, отлично! И постепенно, постепенно мы с вами это все сможем, наверное, купить. Кстати, я могу рандомно еще кого-то взять. Ребятки, глядите, я, походу, открыл новый скин! Да ладно! А оружие могу? Нет, оружие пока не могу. Только новый скин. Крутяк, давайте тогда попробуем сейчас еще в сражениях поучаствовать и попробуем за наш новый скинчик сыграть. Может, он побольше будет урона наносить? Так, давайте попробуем поискать оппонента. И вот он у нас наш Холса, чувак! Бам! В башню прям! И со второго раза два хэдшота и ему трындец. Ребят, мы с вами за наш новый скинчик пока что одолели нашего противника. Следующий противник. Опять в башню нужно стрелять! Чем больше мы сделаем хэдшотов, тем лучше. Сейчас я в ногу ему уже попал. Кстати, он ни разу по мне не стрельнул, ни разу по мне не попал. Наш скин пока счастливый. Мы с вами еще частично деньги зарабатываем. Давайте попробуем еще за хэдшоти чувака. Пониже нужно стрелять. На! И опять хэдшот! Я так понимаю, что я с каждым выстрелом становлюсь практически профи. Меня остановить просто невозможно. Следующий скин, скин какой-то рыбы. И прям опять в башню. Ребят, если мы с вами стреляем, можно сказать, в голову нашим противникам, то где-то за выстрела два мы их выносим. Крутой скин, очень крутой, прикольный скин. Ребят, если понравилась данная игрушка, поставьте, пожалуйста, лайк. Я вам буду очень-очень благодарен. Сейчас хэдшотим раз. И второй раз за хэдшотим. Да что ж ты будешь делать? Да, второй раз тоже за хэдшотили, друзья. И тут, походу, у нас уже будет сейчас сражение с боссом. Я вижу, тут у нас коронка какая-то подсвечивается. Возможно, сейчас мы с этим боссом и сразимся. Да, вот он, ребят. Это у нас босс олень. И, ну, и еще пару раз мне нужно. И давай, нет, к сожалению, этот босс нас подбил. Ну, неплохо. Мы с вами выиграли пять сражений и, к сожалению, только проиграли боссу. Давайте сыграем в Kick the Teddy. Очень прикольная игруха. Что-то наподобие Kick the Buddy. Только здесь мы с вами должны кокоть или бить маленькую игрушку Тедди. Это своего рода тоже антистресс. И из нее выпадают деньги с этой игрушки. Потом за эти деньги мы с вами можем покупать различное оружие. У меня уже есть пестик. Вот, к примеру, я могу пистолетом стрелять его, да? И уничтожать. А также у меня тут есть вот такой вот прикольный топор. Он просто-напросто рубит этого Тедди. Видите, здоровье вот у него тут внизу. Шкала здоровья падает. И, соответственно, деньги из него вылетают. Ребят, мы с вами уничтожили этого противного маленького Тедди. И у нас уже 720 монеток. Давайте посмотрим, что мы с вами купим. Можно нам какие-то звездочки, к примеру, купить. Или какое-то новое оружие. Пушка вот у нас стоит, смотрите, 750. Ракета 5000. Краб 650. Давайте мы с вами вот эту пушку купим за 750. Но для начала нам нужно этого Тедди еще немножко, так сказать, помутлошить. Давайте тогда возьмем топор. И попробуем этого Тедди сейчас зарубить. Деньги капают. Отлично. Можно взять еще пестик. Сейчас я его уже добью. Видите, потихонечку здоровье у него падает. Он погибает и деньги нам капают. Отлично. Я думаю, что сейчас у меня уже должно хватить денег для того, чтобы купить вот эту пушку. И прям с пушки его попробовать разорвать. Вот она эта пушка. 750 монет стоит. Ну и давайте возьмем. Вот, эта пушка уже заряжена. Ух, ничего себе. Только, правда, не совсем она хорошо бьет. А, я могу ее подтаскивать. Вот оно что. Видите, я могу уровень менять. И, соответственно, эта пушка будет стрелять подальше. Если мы с вами вверх туда стреляем, вылетают прям в шарики какие-то, да? И туда чуть подальше они летят. Этого Тедди можно сюда поближе подставить? Да, мы его, кстати, сможем прям вблизи добавить. К этой пушке пододвинуть. И она стреляет, выпускает какие-то своего рода такие шарики. Это что-то наподобие ядер. И они уничтожают этого Тедди. Круто, еще разочек мы его с вами уничтожили. Давайте сыграем в Spongebob Adventure. Ну и что же здесь у нас с вами есть? Мы постепенно тут все убираем, новое рассаживаем и прокачиваем левелы нашим героям. Итак, ребята, у меня тут есть поле. У меня тут есть уже даже мой ресторан, где можно делать гамбургеры. К примеру, смотрите, сюда мы с вами загружаем гамбургер. И через какое-то определенное время два гамбургера этих будут готовы. Через полтора минуты один и через полтора минуты другой. И, соответственно, потом этих два гамбургера можно продать. Тут у нас Мистер Крабс. У нас есть Патрики, у нас есть Spongebob, которые постепенно тут это все будут тоже убирать. Дальше, у меня тут есть задание, вернее доска с заданиями. Постепенно мы должны будем с вами... Постепенно эти задания мы с вами должны будем тоже выполнять. Ну, к примеру, вот первое задание. Мы с вами можем продать 3 кукурузы и 2 гамбургера. Продаем, капает у нас опыт и капает у нас деньги. Мы с вами прокачали нашего Spongebob на третий левел. Наше задание постепенно мы с вами, конечно же, будем выполнять. Давайте сейчас соберем всю эту капусту и опять новую посадим. Отлично, у нас сейчас тут будет капуста расти, а мы с вами будем забирать деньги, будем забирать опыт. И сейчас, ребятки, давайте посмотрим, тут у меня тоже еще есть задание. Тут мне нужно капусту и гамбургер продать, а в этом задании мне нужно капусту и кукурузу продать. Пока, к сожалению, я здесь кукурузу сажать не могу, только капусту. Поэтому мы с вами можем подождать немножечко, гамбургеры у нас будут готовы, и мы с вами обязательно их потом вот здесь вот продадим и заработаем еще деньги. Кстати, что тут у нас есть? Ага, нам нужно вот эту штучку, ребятки, зачистить полностью. Давайте мы с вами ее зачистим. И еще часть, ребят, наш Патрик только что открыл какой-то домик, и что в этом домике у нас будет? Здесь у нас, пока что мы сейчас его уберем полностью, да? И тут у нас попадали какие-то ресурсы с него, круто! О, денег много дали, опыта немножечко дали, и энергии тоже нам немножко подбросили. Так, ну что, за тысячу монет мы с вами что-то построим, это у нас будет новое здание. И, пожалуй, можете его развернуть немножко. Нет, пускай будет так. Давайте за тысячу монет мы его с вами тут отгрохаем, и тут у нас будет жить кто? Неужели у нас тут будет жить вот этот вот чувачок? Что это такое-то? Ребятки, тут, походу, у нас будет жить какой-то чувачок, который... Это наш, наверное, питомец будет, да? Мы его с вами тут будем кормить, он будет есть, и потом становиться большим и сильным. Круто! Короче, в этой игрухе мы с вами постепенно, постепенно развиваемся, зарабатываем деньги и зарабатываем опыт. Давайте посмотрим, что тут у нас выросло капуста. Давайте ее соберем, и давайте посадим новую. Капусты тут много не бывает, тем более, что мне здесь нужно продать ее довольно-таки много. Так, забираем один гамбургер сюда, давайте забросим второй, чтобы он готовился. И выполним вот это вот задание. Продаем три капусты и один гамбургер. Зарабатываем деньги, энергию и опыт. Крутая игруха, ребята, очень крутая. Давайте сыграем следующий, это будет One Gun. В этой игре у нас тоже есть своего рода дом, магазин, в котором мы покупаем различные вещи. И так, я должен купить новое оружие, но когда у меня будет пятый уровень? У меня пока что только, ребятки, четвертый уровень. Дальше у нас есть зал, у нас есть дом. Можно, кстати, наверное, приодеться уже, да? Давайте оденем сапоги. Чего я не могу? Уровень героя мал. Ага, мне нужно, ребятки, уровень героя повышать и повышать. Какой, кстати, уровень нужен? Пятый уровень нужен для того, чтобы одеть вот эту обувь, а у меня четвертый. Ладно, погнали у подземелья, будем участвовать в битвах. Сейчас я попытаюсь, ребят, еще один уровень поднять и одеть ту обувь. Так, гасим мы этих монстриков. С них выпадают биткоины. Так, можно и прыгать, кстати, и собирать денежки. Денег тут довольно-таки много повыпадало, круто. Сколько у меня уровень, пока мы не прокачали до пятого. Давайте тогда еще немножечко поиграем. Нам нужно прям прокачать пятый левел. Где вы, мои маленькие монстрики? Вот они. Тут их прям целая куча. Так, отлично. Четвертый уровень до половины я уже докачал. И нет, еще не все, ребят. Еще, походу, нужно. Давайте попробуем еще одну волну отстоять. Надеюсь, у нас получится. Где эти монстры противные. Я могу, кстати, тут и прыгать. Монетки. Монстрал. Хедшот еще у нас только что был. Круто. И еще не все. Еще не все, ребятушки. Когда же я уже прокачаю этот пятый левел? Четвертый уровень прокачан. И все. И тут я как бы застопорился. Придется, ребят, еще тут играть. Хотя бы одну-две волны. Для того, чтобы проапаться. Кстати, когда будет у нас пятый уровень, мне можно и новое оружие взять. О, наконец-таки, наконец-таки, пятый уровень. Все, теперь мы с вами можем возвращаться к себе домой. И что-то прикупим. Во-первых, оденем ту обувь. А во-вторых, ребятки, можно нам с вами тут будет купить новое оружие. Вот это новое оружие стоит две тысячи. Ладно, давайте мы с вами, наверное, зайдем домой. Оденем сапоги. И это что такое? Это какие-то медальончики, да? А, это кэш. Вот оно что. Тут можно что-то за этот кэш купить или нет? А, походу, нет. Ну, ладно, мы с вами надели обувь. И теперь можем зайти в магазин и тут что-то докупить. Так, тут у нас есть возможность что-то получить. Если мы с вами уничтожим босса, да? А просто так я могу купить? О, да, точно, я могу купить просто так оружие. И теперь дома у меня есть этот вот пестик. Кстати, сколько тут урон? Урон 31. А у этого пестика какой урон? 26. О, нет. Неужели это мое оружие было даже получше? Ребятки, мне кажется, что я немножечко лоханулся. Ой-яй-яй. А я его продать могу? Продать могу. О, за 30 монеток купил. Ребятки, это просто капец. Купил за 2 тысячи, могу продать только за 30 монеток. Ну что, друзья, давайте тогда еще одну битву мы с вами попробуем провести. Еще попробуем накостылять врагами и прокачать свой левел. Отлично, постепенно растем. Становимся все сильнее и сильнее. Нам главное прокачивать уровень и зарабатывать деньги. Ну что, еще что-то подобрал. Круто, круто. Ой, вот у нас босс. На. И вот, с него тут котик выпал. Еще какие-то артефакты. Ребят, мы с вами второго босса завалили. Очень и очень хорошо. Окей, ребятки, с этой игрой тоже пока все. Давайте Сойлер Смэш. Ну что, в этой игрухе нам нужно разрушать различные миры. И пока мы с вами можем попытаться разрушить нашу любимую планету Землю. Вот у нас Земля. С этой стороны у нас день. Это Америка Южная и Северная. А со стороны Европы, Африки и Азии у нас ночь. Тут у нас получается, что Солнце не светит. Давайте мы с вами с этой стороны попробуем немножко ее торпедировать. Итак, тут у нас различные ракеты, тут у нас есть различные космические корабли. У нас есть астероиды и так далее. И все это может стрелять, разрушать и уничтожать Землю. Вот глядите, как мы с вами, можно сказать, лазерами эту Землю немножечко пожгли. Отлично. Ну где-то половину я Земли сжег. Глядите, что осталось. Просто жесть. Давайте еще с этой стороны мы с вами то же самое сделаем. Давайте бросим и сюда. Ну, побольше лазеров. Давайте вот так вот. Думаю, что хватит. И сейчас они начнут ее уничтожать. Вау! О, жесть! Просто жесть! Глядите, у нас с вами остался вот такой вот огрызок с нашей любимой Земли. С этой стороны у нас все в огне. И с этой стороны у нас тоже уже все в огне. Можно, кстати, немного пострелять. Это все повзрывать. Эту сторону тоже можно повзрывать немножечко. Отлично! Давайте попробуем это все еще добить. Ого! Ребятки, просто жесть! Смотрите, какой тут у нас огрызок получился, да? Еще постреляем. Тут буквально совсем немножко еще осталось. Здесь атмосфера у нас сгорела практически, ребята! Ну, тут такая задача. Нужно уничтожать планеты. И пока это у нас Земля, потому что пока у нас открыта только она. И количество людей тут 162 миллиона еще где-то проживают. А где они вообще тут живут? Наверное, где-то вот на этих вот островочках. Давайте мы с вами их добьем. 140 миллионов, тут 46 миллионов. Вот тут, походу, еще кто-то есть. Видите, тут у нас светятся какие-то огоньки. О, да! Тут, походу, у них жили. И мы с вами их практически уничтожили. 15 лямов осталось. Мы добьем всех людей или нет? Я только не понимаю, где они могут жить. Может, вот здесь вот где-то еще? Да, тут жило еще 10 лямов. Еще где-то 5 живет. Вот, что-то у нас тут светится. Ребят, мы с вами уничтожили всех людей. Здесь, на этой планете, больше никто у них живет. Вообще ни одной души здесь нету. Давайте мы с вами еще несколько космических кораблей сюда отправим, чтобы они потихонечку это все разрушали. Давайте еще других кораблей немножечко поотправляем. Сейчас они будут тут стрелять, бомбить. И эта земля постепенно-постепенно будет разрушаться. Кстати, что тут у нас еще есть? Ого, у нас есть возможность, по-моему, вызвать кракена, да? Вот у нас, ребят, это пожиратель земель. Где он? О, сейчас он будет разрушать полностью эту землю. Тут, правда, уже нечего разрушать, чувак. О, глядите, как круто! Сейчас он, наверное, полностью ее продавит. А с этой стороны я могу. Давайте мы с вами сейчас полностью со всех сторон этими кракенами засандалим эту землю. Это череп, ребят, это череп, который полностью поедает землю. О, жесть! Вот это круто! Смотрите, что осталось от земли. Прям какой-то реально один единственный огрызок, на котором людей вообще нету. Видите, тут 8 миллиардов смертей. Я уничтожил все людское население. Прикольная игрука. Очень прикольная, очень графика крутая. Давайте сыграем в Динобаш. Это у нас Динобаш Трайвел. То есть, получается, типа, как новая версия. Это не Динобаш старая игрушка, а новая. Здесь мы с вами прошли 2 левела. И вот у нас будет 3 левел первой кампании. Если мы, ребят, с вами пройдем, у нас будет 3 динозаврик. У нас пока что есть 2. Один динозаврик у меня стоит 5 яблок. Другой динозаврик у меня стоит 12 яблок. И вот мой герой, который будет помогать... Помогать мне в сражениях. Так, давайте вызываем этого одного. Вызываем одного, ребят, мы с вами динозаврика. Вот этого отлично. Сейчас попробуем еще одного вызвать динозаврика. Вот этого мне нужно за 12 яблок, потому что он немножечко сильнее. Да, за 12 яблок мы с вами призвали динозаврика. Давайте попробуем еще одного призвать. Вот моя, так сказать, шкала здоровья. Давайте пойдем мы с вами этих лучников загасим, малеха. А то они очень-очень уронистые. О, отлично, я всех лучников загасил. Что тут у нас остался? Один единственный троглодит, которого нужно сейчас постараться подбить. Я и мои динозаврики сейчас будут наносить ему урон. Я надеюсь, что мы сейчас его кокнем. И да, мы его уничтожили. Тут у нас, ребят, походу, вот это вот последнее препятствие, преграда на нашем пути. Сейчас мы ее тоже разбиваем. И теперь нам нужно добраться уже до финиша. Вот эту вот преграду мы с вами разбиваем, и уровень у нас будет пройден. Хотя побольше еще новых динозавриков призову, чтобы они шли к нам на помощь и помогали выживать. И разбиваем вот эти шипы. Нам нужно их разбить и добраться до финиша. Все, ребятки, мы с вами их походу разбили. И теперь у нас есть прям целая куча новых динозавриков, которые будут сражаться на нашей стороне. И это все, ребят, это победа. Этого динозаврика, как раз, мы, наверное, и откроем. Ну что же, открываем все сундучки вроде как. Так, прокачали два. Прокачали еще одного. И тут будет последний, третий. Да, ребят, вот этот динозаврик, который как раз-таки нами достался. Теперь, когда мы будем играть, у нас уже будет не два, а целых три крутых монстрика. За этого мы с вами с динозаврика, наверное, сейчас давайте разочек и сыграем. Так, и вот у нас первое сражение тут будет. Давайте играем в него. А, кстати, можно еще сундук открыть? Да ладно. И что, тут что-то дадут прикольное? Да, ребят, еще и сундук нужно открыть. А, 600 монеток дали. 12 кристалликов. И прокачку нашим маленьким динозаврикам немножечко дали. Вау, отлично. Очень даже неплохо. Круто. Лады. Давайте сыграем. А, еще прокачать нам предлагают. Динозавру можно прокачать? Ну, конечно же. Почему же и нет? Обязательно мы их с вами прокачаем. Тем более деньги у нас имеются. Круто. Следующая миссия. И тут мы с вами будем играть за троих монстриков, за троих динозавриков. Это, кстати, у нас будет стрелок последний, который стоит 8 яблок. Лады, погнали. Сейчас мы с вами будем гасить этих монстров противных. Вау, это я прям Тора призвал, походу, на помощь. Отлично. Отлично. Тут стрелки пошли. Сейчас я тоже буду призывать своих стрелков маленьких. Маленьких монстриков. Пошли дальше. Нам нужно разбивать эти препятствия различные. Так, еще динозаврика. Этого и этого. Погнали. Так, круто, ребят. Очень круто. Да, это прикольная игруха. Получше, чем динобаш старая, если честно говоря. Так прям, положа руку на сердце сказать. И стреляем. Отлично. Последний, походу, препятствия, которые нужно разбивать. И там у нас будет уже шипы и портал. Так, круто. Яблок у меня уже довольно-таки много есть. И вот это, походу, последний, ребятки, чувак, которого нужно уничтожить. Нет, он не последний. Ай-яй-яй, тут их довольно много, если честно, да? Сейчас мы с вами Тора призовем на помощь. Гасим, гасим этих противных троглодитов. На. И вот, нам нужно эти шипы разрушить. После чего миссия будет выиграна. Друзья, у нас все получилось. И мы с вами эту миссию прошли. Окей, следующая игрушка у нас будет Каретскар. Здесь у нас есть уже довольно много денег. 793 кристаллика. И мы с вами можем немножко нашу машину прокачать. Или можем участвовать в гонках. К примеру, четвертый уровень. И погнали. Здесь будем сейчас участвовать в гонках и постараемся обогнать нашего... Ну, наших противников. Тут их будет много. Осторожно. Быстрее, быстрее, быстрее. Нет, нет. Ну, куда ты? Давай, давай. Да что ж ты будешь делать? Не пускают они меня. Давай, давай. О, отлично. Погнали. Круто. Ху, отбился. Вроде как отбился, ребятки. Так, погнали дальше. Они мне пытаются преследовать. О, нет, я погибаю. Да ладно. Давайте тогда пойдем в гараж и немножечко что-то прокачаем. Тем более у нас 847 кристалликов. Ребятки, я думаю, что нам с вами нужно прокачать что-то такое, чтобы быстрее двигаться. Давайте возьмем здоровье. Купим. И купим еще... Это что у нас такое? Двигатель. О, давайте попробуем прокачать двигатель. Я надеюсь, что сейчас будем мы с вами с места прям реально довольно мощно рвать. Ну что ж, погнали. Так. Попробуем теперь первыми приехать. Надеюсь, нас машинки эти вот хищные не будут останавливать. Так, нет, 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 нет. О, пока нормально, да. Еще дальше, давай, давай, давай. И газу, газу, газу. Газу, газу. Бомбочки взрываем. Да что ж такое? Так, неплохо. Нормально. Главное, ребятки, нам не переворачиваться. Так, погнали. Ну-ну-ну. И тут мы с вами прошли уже полпути. Полпути еще пройдено. Полпути предстоит пройти. Пока никто нас не преследует. И, ребятки, это, походу, гроза. А что ж ты будешь делать? Тут немножечко сложнее стало двигаться. Но, тем не менее, мы добираемся до финиша. Круто. Итак, следующая игрушка, Болл Тойлз. Это новый красный шарик. Давайте мы с вами попробуем пройти несколько миссий. Так, что тут у нас происходит? Тут у нас превьюха пошла. Тут у нас есть какие-то индейцы, которые, наверное, будут главные антигерои. Нам нужно постараться от них удрать. Ну что же, сейчас попробуем это сделать. Я играю прям за синий шарик. И давайте соберем побольше денег. Ой, какое деревянное управление, ребятки. Просто жестяк. Честно говоря, наверное, один из самых неудобных красных шариков, который я играл. Но сейчас посмотрим. Может, это мне поначалу она кажется такой деревянной. Нет, не поначалу. Реально очень деревянная. Глядите, не получается запрыгнуть на этот. На сундук даже. Капец. Ладно, давайте еще один уровень попробуем пройти. Возможно, в нее играть мы с вами долго не сможем. Прям какие-то нервы берут, честно говоря. Давай еще попробуем до конца этот уровень пройти. Так, а тут что нужно сделать? Так, тут нам нужно, походу, ребятки, забраться на этот сундук сперва, да? И вот сюда вот. Ну, часть монеток подобрали, да? Или практически всю часть. Ой, а как сюда наверх залезть? Так, я с этого ящика не могу залезть наверх. А может мне знать, что нужно делать? Может мне нужно вот так вот сперва на ящик. Так, потом вот сюда. А, упал опять. И потом дальше. И бубум, да, вот, наконец-таки тут у нас все получилось. Как я сказал, ну, очень в управлении. Такая-то игрушка. Не очень хорошая. Мы с вами раз только должны этого чувачка завалить. Ребят, тут у нас получился какой-то новый желтый монстрик появился. Мы его с вами раз ударили. И это типа что-то наподобие, наверное, этого, что-то наподобие кубика, квадратика. Вот, все, ему трындец. Ааа, ну как тут прыгать-то вообще жестяк? Ладно, еще разочек попробуем. И будет видно, или будем с вами играть в эту игру в дальнейшем. Ну, очень, очень. Короче, какая-то она, ребятки, не совсем такая, как нужно. Опа. И левел. Но, тем не менее, левел еще один мы с вами проходим. Продолжение следует.